Всем огромный привет! Добро пожаловать на канал Уютный Уголок. Сегодня с вами будем ухаживать за кожей. Будет у нас маска из соды, которая очень хорошо омолаживает кожу, очищает кожу и освежает. Вы будете очень довольны эффектом после применения этой маски. Есть очень много всевозможных рецептов масок из соды. Сегодня мы с вами приготовим одно из них. Итак, давайте приступим. Для этого рецепта нам понадобится пищевая сода. Итак, берем 1 столовую ложку пищевой соды. Она должна быть без горки. Если есть комочки, обязательно надо сразу их растолочь. Маска должна у нас получаться однородная масса. Сода очень хорошо работает, как скраб. Очищает кожу от загрязнения и, конечно, скрабирует кожу. Также сода убивает вредоносные бактерии, вызывающие прыщи и воспаление. И также сода растворяет очень хорошо загрязнение и жир. Итак, 1 столовая ложка пищевой соды. Затем нам понадобится 1 яйцо. Отделяем желток от белка. И в этой маске мы будем использовать 1 желток. Белок я помещаю в баночку. И в следующем видео я покажу вам рецепт из белка. Как убирать морщины с помощью одного белка. Это будет в другом видео. А сейчас используем 1 желток. Итак, желток помещаем в соду. И все хорошо перемешиваем. В желтке находится очень много витаминов и минералов, которые очень хорошо воздействуют на кожу лица. Соединили желток и соду. И теперь в эту массу нужно будет добавить косметическое масло. Обычно добавляют масло, это оливковое масло. Но если у вас нет под рукой оливкового масла, то вы можете добавить любое косметическое масло, которое у вас есть. Можно добавить и подсолнечное масло. Также сюда добавляю 1 столовую ложку оливкового масла. И опять все хорошо перемешиваю. Как пользоваться этой маской? Перед нанесением этой маски обязательно нужно сделать тест на аллергию. Нанесите эту маску на запястье и подождите 5 минут. Если у вас маска не вызывает раздражения, то вы можете наносить эту маску на лицо. Лучше всего наносить эту маску, когда вы распарили свое лицо. Конечно, это будет вечерняя процедура, после того, как вы приняли ванну. Или же вы можете пользоваться этой маской, когда вы принимаете ванну. Наносим эту маску на все лицо. Можно наносить на шею и на зону декольте, также на руки. Но избегайте, пожалуйста, область вокруг глаз. Кожа вокруг глаз тонкая и требует особого отдельного ухода. Такую маску наносим в несколько слоев. Сначала нанесите один слой. Слегка пальчиками помассируйте свое лицо. Не рекомендуется такую маску втирать в кожу, а только слегка массировать свою кожу. А затем уже смыть теплой, а потом уже прохладной водой. Если у вас сухая кожа, то обязательно нанесите крем после этой процедуры. Если у вас жирная кожа, то можно крем не наносить. Маски с содой рекомендуют делать один раз в неделю. И эту маску рекомендуется делать один раз в неделю в течение месяца. Затем можно менять маску. Эта маска подойдет для всех возрастов. Также для зрелой кожи. И также для молодой кожи, у кого есть высыпания, угри. И нужно постоянно чистить кожу. Надеюсь, вам такой рецепт понравился. Всем спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующих видео. Всем мира, добра и позитива. Всем пока!